Здравствуйте, дорогие друзья! Посмотрите, какой бассейн, двухэтажный дом на 140 квадратов, своя мангальная зона, закрытая территория. И это все можно снять целиком для вашего комфортного отдыха. Мы находимся в тихом, спокойном, новом районе, называемом Новая Витязева. Это улица Каштановая, 34. Здесь перекресток с улицы Белореченской, чтобы вы могли посмотреть по карте, где это все находится. Дома здесь уже построены, тишина и красота, дорогие друзья. Есть лежачие полицейские по дороге, чтобы машины здесь не гоняли. Здесь везде, друзья, тротуарчики, все уже сделано. Вот высажены деревья, здесь у нас парковочное место, и тоже много зелени посажено перед домом. Даже слышно, как поют птички, это вообще великолепно. Территория вся огорожена, есть возможность под навес поставить пару машин и заходим во двор. Посмотрите, как оформлены газонные зоны, то есть камушек белый сверху, туйки, лаванда сейчас популярная стала высаживанию на своих придомоих участках. И смотрим на сам дом. Очень красиво оформлен. Мне прям нереально понравилось, когда пришел, знаете, как дом мечты. Внутри посмотрите, я думаю, вам зайдет еще больше. С правой стороны мангальная зона. Буквально сегодня сюда привозят столик, устанавливают для разделки, там что-то положить. Это зона отдыха. Тоже большой стол, две скамьи и есть лежаки. Если вдруг вы хотите полежать, есть место, где посушить ваши вещи. Ну а сердцем этого двора является вот такой бассейн. Я ранее, до вчерашнего дня, не встречал ни одного серого бассейна. Сегодня этот второй, и мне кажется, это лучший цвет для бассейнов. Будет еще один обзор. Посмотрите, как выглядят бассейнчики. С левой стороны от бассейна идеальный газон, по которому тоже можно будет ходить. Здесь сегодня к вечеру по периметру будут выставлены фонарики. Они уже закуплены, не успели немножечко перед моим приходом поставить. Постепенно добавляют еще мебель на улице. Если вдруг что-то вам понадобится, вам это в срочном порядке купят. Здесь кухня-выход на улицу. Кухня-гостиная там очень большая. И с этой стороны, как я и говорил, парковочные места на два автомобиля. Дом 140 квадратных метров, двухэтажный. И давайте посмотрим, как все выглядит внутри. В самом начале у нас прихожая. Очень большая, вместительные шкафы. Есть для верхней одежды вешалка, зеркало, еще вешалки. Ну и вот такая вот тумбочка для хранения ключей, каких-то принадлежностей, которые вы берете с собой на улицу. И здесь заходим, просто такой вау-эффект. Большущий диван, выход на балкон, огромный обеденный стол. Стулья точно такие же, как у меня дома, только другого цвета. Очень удобные, могу сказать, я прям кайфую от них. Столешница под кухню, микроволновка, чайник, наборы посуды, кастрюль, духовка, плита, вытяжка. Очень большой холодильник Хайр, там спрятан бойлер. И отсюда выход у нас с кухни, как я и сказал, во двор. То есть дверку приоткрыли и пошли гулять. Просто невероятная красота. Также стоит обратить внимание на подсветку. Очень много таких лампочек красивых. Смотрится интересно. Сплит-система здесь есть. Если надо, закрываете шторы, делаете блэкаут себе и отдыхаете в комфорте. За диванчиком есть выход на балкон. На балконе места как бы тоже много. Вышли, если надо, там стульчик себе поставили. Хотя на первом этаже, когда есть выход во двор, с чем-то балкон, не знаю, но так красиво смотрится спереди этого дома. По часовой стрелке, друзья, здесь у нас есть комната. Комната спальня, то есть с дверью закрывается, все есть. Комод, телевизор, тумбочка. Двуспальная кровать, очень большая. Матраса здесь новая. В принципе, все новое, это никому ничего еще не сдавалось. С видом на бассейн. То есть может быть родительская, лежат, отдыхают, слушают, как дети там купаются. Ремонт тоже, как вы понимаете, полностью новый. Никаких порогов. Везде все сделано идеально. Теперь смотрим санузел. Смотрите, заходим, вот так можно его смотреть, а можно свет включить. Красота. То есть плиточка очень симпатично подобрана, два цвета. Ванная большая, унитаз огромная просто. Раковина, зеркало с подсветкой. Мечта. Смотришь и радуешься. Так же здесь стиралка и еще один бойлер. Далее мы поднимаемся на второй этаж. У нас здесь лестница с коваными перилами. Полотенце, плечики повесить вещи. Есть штанги для вещей, пылесос, гладильная доска. Идем дальше. Идем дальше. Здесь у нас еще несколько дверей, но будем идти по порядку. Как сказал, по левой стороне. Заходим. Здесь у нас также большая спальня со своим балконом. Есть раскладывающийся еще диван. Стол, огромный телевизор, сплит-система, прикроватная тумбочка. Чтобы вы оценили масштаб комнаты. То есть она очень большая, просторная. И выход на балкон. Панорамная дверь со стеклением. И выходим на балкон. Здесь места тоже очень много. Можно поставить тоже стульчик себе, сидеть, отдыхать. И вид на заднюю территорию. Посмотрите, как красиво смотрятся эти домики. Прям какой-то сверхидеальный район Витязева для отдыха. Как интересно, одна гардеробная у нас решила практически проблемы со шкафами. По дому, по дому, если все лежит, и все. Смотрим следующую спальню. Здесь двухспальная кровать, две прикроватные тумбочки, сплит-система, стол и телевизор рабочий. Тоже, в принципе, все очень удобно. Масштаб большой. Вид из окна во двор на бассейн. Вот такая вот красотища, друзья. Выходим из комнаты, идем в следующую. Еще одна спальня. Тоже двухспальная кровать, прикроватные тумбочки, сплит-система. С этой стороны есть комод и телевизор. Также вид во двор на бассейн. Комнаты, мне кажется, прям неприлично большие. Ну, многовато места для спальни. Лично для меня тут можно еще стол поставить обеденный, кушать, отдельно жить. Выходим. И еще одна комната. Это у нас санузел. Тут также зеркало с подсветкой. Красиво. Включаем освещение. Здесь есть раковина, бойлер, зеркало, душевая зона с тропическим душем и унитаз. Если бы меня спросили сейчас, как выглядит дом твоей мечты, я бы, наверное, сказал вот так вот. Вы можете приехать в дом моей мечты, в Витязево отдыхать. Очень красиво, очень много труда вложено. Там чего-то, если где-то не хватает, по вашему мнению, пишите в комментариях, хозяева отреагируют и доделают. Так, в принципе, все идеально. Осталось вам рассказать, как можно пешком сходить на море. Я это пройду расстояние и вам покажу. Включился полив, друзья. И теперь по стоимости. 12 человек рассчитан дом для комфортного проживания. По стоимости 28 тысяч рублей в сутки. Приезжайте, отдыхайте. Если на длительный срок, я думаю, можно позвонить, поторговаться. До моря, друзья, здесь 2,6 километров пешком до пляжа Аквамарин. Два ГИС показывает, что будете идти 26 минут. Но я еще раз говорю, тут на машинке, куда-то на наш пляж Венера. Я советую речку Мажепсин. Там даже ногомойку поставили уже с душиком. То есть хорошее место, близкий подъезд. Либо на другие пляжи можно выбирать и кататься. Тут именно рассматривайте, как место отдыха и вашей дислокации большой компании или семьи. То есть вы видели, сколько спален, сколько сюда может сразу вместе людей приехать и отдыхать. И вам никто при этом не будет мешать. Все полностью ваше. Закрывается хозяев стеснен. Мы стоим возле домика. Туда по прямой примерно метров 700. И будет улица Красноармейская. Мы по ней с вами и прогуляемся к морю. Я вам покажу самые значимые места. Надеюсь, что море сегодня будет классное, прекрасное. Вчера, говорят, очень теплое было, а сегодня еще не был. Если же на машине, то вот прям бетоночка примыкает к асфальту. И по объездной вы можете выехать. В правую сторону уехать, куда на пляже я говорил вам наш песчаный там Венера, Тартуга, Жемчужина России. Либо налево вообще уехать в Благовещенскую на Азовское море. Здесь сразу выскочите на объездные, нигде в пробках стоять не будете. Мы по прямой добрались до Красноармейской. Здесь везде частный сектор. И дальше отправляемся пониже уже к морю. Благиса отсюда уже показывает 1,9 километра, 21 минутка. Ну, тут по прямой как бы заблудиться сложно. Здесь один квартал по прямой до улицы Черноморской, где находятся все наши магазины и ходит маршрутка. Здесь на Красноармейской есть детская площадочка. Это улица Пролетарская, пересечение с Красноармейской. Здесь есть магазинчики, продаются всякие вкусняки. Туда дальше по улице Магнит и Магнит, Косметик. И мы практически дошли до улицы Горького. Здесь у нас перекресток с Лизой-Чайкиной улицей. Кстати, хочу сказать, что машин стало гораздо больше на улицах, потому что людей приезжает все больше. Мы сейчас входим в стадию пика сезона. Обычно от середины июля до середины августа. По количеству людей на пляжах мне кажется, что он уже давно идет. Это улица Восточная, а это у нас Красноармейская. Это дальше продолжается. Очень сильно хвалят вот эту вот шашлычную. Тут по вечерам даже очереди собираются. Если были, пишите обязательно, ребята. Также здесь, видите, и столовая. С утра люди завтракают. Вот вам, пожалуйста, еще одна шашлычная по пути. Друзья, переходим улицу Горького. Здесь мы с Джаником подошли к дороге. Кстати, Джаник, привет! И нас уже сразу же пропускали машина. Столовая, 75 рублей. Шашлык написано у них. И очень красиво оформлено. Я вам в прошлый раз ее внутри показывал. Место, кстати, очень удобное, красивое. И двигаемся дальше. Здесь тоже фруктовые разнообразные точки есть. И мы потихонечку спускаемся туда вниз. Уже больше отдыхающих становится. И здесь такая более курортная жизнь. Здесь начинаются уже и большие гостиницы. Ну и проход к морю. Еще фрукты, овощи. И спуск уже на улицу Рос. Так вот выглядит улица Рос. Я знаю, что вы тоже ее любите. Гостевой дом Ной. Здесь мы выходим уже на Южное кольцо. На встречу магнит, разнообразные столовые. Ну и все, что нужно для вашего прекрасного отдыха. Друзья, мы дошли с вами до Южного проспекта. Можете посмотреть, как здесь все выглядит. И поворачиваем на улицу Светлую. Здесь кольцо и тоже очень много разнообразных заведений. Здесь торговые ряды. Ломятся, так сказать, от товаров, которые вам предлагают. И есть ярмарка фруктов, овощей. Которыми вы можете прийти и совершенно спокойно совершать покупки. Потому что там все весы проверены. Можете взять свою гирю тоже. Ребята это разрешают. Косички с правой стороны здесь. Рустема мама занимается. Я думаю, что очень многие любят дети. Особенно прогуливаться в таких вот рядках. Очень много игрушек, разных товаров. Которые привлекают внимание. Ходят, смотрят. И время в пути здесь пролетает просто незаметно. Людей, конечно, в Марселе, в столовой. Одно из любимых в этих местах отдыхающими. Тоже большущее количество. Ну и все счастливые, довольные возвращаются с моря. Мы еще только туда идем. Мои любимые точки, которые я постоянно показываю. Много людей. Можете посмотреть на цены. Что почем разглядеть все сами. Грецкие аренды. Черешин по 300. 290 есть. 85, 280 мини по нему. Здесь 25 винограды. 170 большой персик. 180 сливки. Такой большущий выбор, ребята. Посмотрите, ребята. Столовые позаполнялись. Везде стоят очереди. Это за соком натуральным. Прям выступили мужчины. Это вообще мечта любого торговца. Чтобы вокруг него палатки стояло столько людей. Дай, 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 дай. Там, кстати, дешевый туалет есть по 25 рублей. Советую. Здравствуйте. И подходим мы на пересечение к улице Знойно-Серебряной. Знойно смотрим. Людей на ней не так уж и много. Все основные сейчас либо передвижения на пляже, либо по тенечку. И в этом плане улица Светлая выигрывает у всех. Океан магазин, бытовой, продуктовый. Все есть, короче. Чтобы вам далеко никуда не ходить. В параллель, рядышком с лавчими отелями. Ровное количество разнообразных вещей. Здесь медийная лавка с левой стороны. Пицца-ролла. Фастфуд. Здесь мы пробовали китайскую кухню. Очень вкусно. И смотрите, что здесь появляется потихонечку возле фонтана. Что-то как навес какой-то, что ли, будет. Смотрите, какая красота. Туда по прямой хинкане. С левой стороны по прямой делают ребята вкусные мохито. Поесть у них можно. И сейчас чуть-чуть осталось, чтобы дойти до пляжа. Поднялись мы уже наверх. Дошли до конца улицы Светлая. Здесь тоже такое место райское мороженое. Напитки. Ход покупок к Олимпе. Есть фонтан. И самое главное, это великолепное настроение наших дорогих отдыхающих. Все точки заполнены покупателями. Продавцы тоже радуются. Ну, собственно, вот он пляж, друзья. Мы с вами добрались. Это самое великолепное чувство, когда доходишь до песочка и понимаешь, что вот еще чуть-чуть. И рядом наше любимое морюшко. Здесь еще осталось несколько точек, которые пока не убрали. Все остальное как бы поубирала наша администрация. Чисто и красиво. Есть переодевалочки. Вот еще мороженое сюда привезли. Ну, кстати, в этом году здесь вот безъезжающий песочек. Ребята просеяли. Я показывал это еще в начале лета. Ай, просто простор, красота, чистота. Осталось еще, чтобы победили квадроциклы на тех пляжах в сторону Анапы. Здесь же у нас стало все в этом плане классно. Мусорки. Причем переодевалок вот эти там очереди стоит. Здесь никого. Вот так происходит. И спасибо за них, нужно было только одна. Здесь людей скапливалось очень много. Я благодарю всех, кто не выходит, как говорится, в нижнем белье. Туда, с пляжной зоны. Вы большие молодцы. Так и делайте дальше. Есть вот яркая насыта. Смотрите, ребятки, красота. Батутики. Есть горочки, катаются дети. Массаж. Тут детская площадка. Детская площадка 500 рублей стоимостью. Девушке нравится, ощущения хорошие. Уснула. Класс. Хорошая работа. Мне предложили массаж сделать. Обязательно зайдем к ребяткам. Здесь детская зона. Прям наполнена. Детям как все это под музычку красиво смотрится. Детки играют. Красота. Причем можно выходить и заходить. Дротики покидать не забывайте, ребята. О, кстати, можно сказать, что немножко люди подразъехались. Вот и столики. Пустые есть места. А на лежаках нету мест пустых. Все снято. Тут лежаки по 300 рублей, друзья мои. Здравствуйте, наши дорогие и любимые отдыхающие. Сейчас мы то, что видим, это немножко даже меньше людей, чем было до этого. Очень круто смотрится. Отдыхающие, приезжающие к нам. Мы вам желаем самого великолепного отдыха. И пускай у вас, как говорится, все получится. Красота. И море классное. Выходим на пляжик. Тут очень много красивых девушек лежит. Просто, как говорится, мужиков глаза разбегаются. И наше великолепное море. Как говорится, приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Здесь вот так. Классно. Красиво и прекрасно. Честно, у меня такое ощущение, что к нам приехали одни девушки. Куда не посмотришь? Мужчин практически нет. Только женский пол. Это хорошо. Мужики, подтягивайтесь, будете отдыхать. Ну и ощущения по морю. Смотрите, возле моря температура воздуха 28,1. Обожаю, когда приходишь, а на море тебя ждет самое чистое, классное и прекрасное море. Становишься себе такое и получаешь максимум удовольствия. Температура воды 27,1, друзья мои. Куча счастливых людей, которые отдыхают, получают максимум удовольствия. Так что приезжайте, наслаждайтесь. Получайте все те эмоции, которых вы достойны. И встречайте подписчиков. Здравствуйте. И дай бог, чтобы отдых у вас проходил классно и прекрасно. Звоните напрямую, ребят, если есть возможность, едите большими компаниями в такой домик. Да, может, вы один можете себе такое позволить. Дай бог, чтобы у вас было все хорошо. Там можно тусы устраивать, вечеринки. И пускай с отдыхом у вас все получится. В любом случае, самое главное желание – мирного неба и чистого моря. Яркого солнца и здоровья. Всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Озаровский. Не прощаемся. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok